Добро пожаловать в Мамин школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Почему многие дети не уверены в том, что родители их любят? Напротив, они уверены в обратном. Почему мы часто не помогаем раскрыться таланту ребёнка, а губим его? Как нам поможет познать своего ребёнка песочная терапия? Добро пожаловать в Мамин школу! Знает ли ваш ребёнок, что вы его любите? Чувствует ли он эту любовь? Уверен ли он в том, что вы поддержите его в любой ситуации? А согласны ли вы, что доверие и уважение ребёнка нужно заслужить? А чтобы заслужить это доверие, нужно найти ключи понимания к своему ребёнку. И это порой оказывается самым трудным в воспитании. У нас в студии педагог-психолог высшей категории, лауреат премии Гранд Москвы в сфере образования Баринова Наталья Михайловна. Здравствуйте, Наталья Михайловна. Здравствуйте. Казалось бы, любовь к ребёнку даже не обсуждается. Это чувство, которое возникает тут же, когда ребёнок появляется на свет и даже раньше. Но психологи отмечают, что дети не уверены, очень часто бывают в любви родителей. Почему это происходит? Действительно ли такая проблема существует? Конечно, существует. А разве вы никогда не слышали, что вам ребёнок спрашивает? Ты меня любишь, ты меня любишь? Это говорит и двухлетний малыш. И 14-летний подросток может своим поведением провоцировать вас на ответ на этот вопрос. Для ребёнка очень важно иметь фактическое подтверждение того, что он любим. Но мы сами эту веру в нём разрушаем. Когда ему позволяем себе такие фразы в его адрес. Например, будешь так себя вести, я тебя не буду любить. Или я сегодня тебя особенно люблю, ты так хорошо кашу поел. Или что же ты так маму огорчаешь, ты, наверное, меня не любишь, я тоже тебя любить не буду. Вот это вот отношение торгов с этим словом «любовь» очень вредно для ребёнка, ну просто даже недопустимо. Вообще, надо понять, что становясь родителями, мы должны взвешивать каждое своё слово. Это период, самый счастливый период жизни человека, когда от него зависит кто-то другой. Когда от него зависит, каким вырастет этот человек, хорошим или не очень, уверенным в себе или нет, счастливым или нет. Это во многом зависит именно от родителей. И дать ему чувство уверенности в том, что он любим, любим всякий. Независимо ни от каких условий, наверное, самая главная задача родителя в первую очередь показать ему ту самую безусловную любовь. Психологи устанавливают как бы три способа выразить свою любовь к ребёнку. Первый способ, который вообще очень плохо выражен в нашей культуре, но он основной и самый главный, это взгляд в глаза. Любящий взгляд. Вот мы его очень хорошо знаем, когда у нас есть другая любовь, да, любовь вот в юности, супружеская любовь. Тогда люди глазами объясняются друг другу в любви, да. Расстояние между их сердцами так мало, что надо говорить шёпотом или вообще можно объясняться без слов, только глазами. Вот этот любящий взгляд. Почему же любящий взгляд мы так мало дарим ребёнку? Обратите внимание, когда родители просят посмотреть в глаза, когда ругают ребёнка. Ну-ка посмотри мне в глаза, говорит ему мама. И дети не учатся, не хотят смотреть в глаза родителям. Хотя у малышей часто видно, что они заглядывают нам в глаза. Они хотят увидеть там наше настроение, наше одобрение. Поэтому вот про это не надо забывать. Дарите ребёнку всё чаще и чаще любящий взгляд. И он обязательно будет пойман. И обязательно вы получите ответ. Второй способ, как можно выразить любовь к своему ребёнку, это прикосновения. Детям необходимы объятия, прикосновения, тактильные контакты. И где-то до двух, до трёх лет и мальчики и девочки получают их хоть инаково. Но после трёх лет мальчиков ласкают меньше. А они тоже нуждаются в тактильной ласке, так же, как и девочки. Просто её можно выражать уже иначе. И даже подросток нуждается в тактильных контактах с родителями. Ну, можно похлопать его по плечу. Можно устроить шуточную борьбу. Можно ладошками стукнуться. ЕС, получилось, да. Это тоже будет тактильный контакт. Девочке же тоже всё время нужны объятия, ласки. Надо погладить, подойти, взять её за руку. Очень часто папы стесняются лишний раз приласкать девочку. А оказывается, психологи установили, что пик потребности у девочки тактильных контактов с отцом приходится на 11 лет. А часто ли вы видите девочку на коленях у отца в 11 лет? Да, уж совсем не уверен. Не часто. И вот эти какие-то непонятные сомнения, папиные переживания негативно сказываются на отношении между отцом и дочерью, между мамой и сыном, например, который стесняется лишний раз обнять ребёнка, приласкать. И третий способ, как можно выразить любовь своему ребёнку, это внимание. Вы играете с ребёнком? Элементарно, выключите мобильный телефон. А не так, что одной рукой мышка двигается, компьютер, а другой рукой вы что-то с ним пытаетесь рисовать. Нет. Отдайте ему особое, исключительное внимание. Найдите такие минуты, хоть несколько минут в день, хоть 15, хоть 20 минут, когда вы будете принадлежать только ему. Но в конце концов, перед сном поговорите по душам, да? Утром выключите телевизор, за завтраком обсудите, что там впереди, какое у него настроение и так далее. Взгляд, прикосновение и внимание. Вот основные ключи к тому, чтобы эту любовь ребёнку показать. И как это важно. И действительно мы забываем об этом. То есть любим и всё. А дети сомневаются в нашей любви. Как сердцу высказать себя? Другому, как понять тебя? Поймёт ли он, чем ты живёшь? Мысль изречённая есть ложь? Мысль изречённая есть ложь. А что есть мысль нарисованная? Корни песочной терапии уходят глубоко в психоанализ. Это метод работы с бессознательным. Потому что ребёнок, когда он начинает рисовать на песочке, когда он строит из песка различные сооружения, берёт фигурки и играет с ними, он расслабляется, и неосознанно возникают у него различные ассоциации, выходят образы, выходят разные чувства, какие-то переживания, которые были запрятаны глубоко внутрь. Действительно, песочная терапия – метод уникальный. И как всё гениальное, прост и доступен. Каждый родитель может с помощью этого метода найти ключи понимания к своему ребёнку. Тут и психологам не нужно быть. Хотя, конечно, специалист быстрее расшифрует тайные мысли ребёнка. Психолог подсказывает ребёнку, какие чувства он испытывает, и помогает ему их проговорить и прочувствовать через песок. Прикосновение к тёплому песку, рисунки на песке, мягкий свет, который подсвечивает песочек, помогает ребёнку расслабиться, создаёт ощущение теплоты, доверия, помогает ему раскрыться. Это то, что нам как раз и нужно – помочь ребёнку раскрыться. С чего же начать? Предложите ребёнку нарисовать своё настроение, например. Усложняйте задание, просите, изменяя рисунок, отобразить, как менялось его настроение в течение дня, например. Обращайте внимание на детали – спокойное ли море, или бурлящее. Появляются герои в этом рисунке или нет? Уникальность песочной терапии как раз в том, что рисунок можно изменять каждую секунду. А если ребёнок нарисует свой страх, его можно тут же засыпать, стереть. Можно поиграть с ребёнком в разговор по душам. Без слов. Не говорите, а рисуйте, что вы хотите сказать. А ребёнок пусть отвечает, так же рисуя. Вы увидите много интересного. У вас есть шанс увидеть душу своего ребёнка, его мысли, мечты. Соорудите дома этот замечательный инструмент познания своего ребёнка. Для этого понадобится достаточно большая коробка, в которую можно насыпать меленький песочек, и поставить туда различные камушки. Взять маленькие детские грабельки и методично рисовать какой-нибудь узор. Встроить из камушков постройки. Можно использовать палочки, игрушки. Прикасаясь к тёплому песочку, дети получают тактильные ощущения, которые помогают развиваться его мозгу. Да, что ни говори, а есть какая-то магическая сила в песке. Наверное, потому, что это естественный природный материал, который обладает уникальным свойством создавать образы. Наталья Михайловна, ну как проявить свою любовь? Вот вы рассказали, как проявить свою любовь к ребёнку. И нужно проявлять, и нужно показывать ему, что мы его любим. Постоянно доказывать, и знаешь, можно и так сказать. Но как проявлять свою любовь к ребёнку, которая действительно не оправдывает наших надежд? Потому что не в том смысле, что там талант какой-то не тот в нём открылся, который мы хотели и старались в нём пробудить. А в том, что вот нарушены отношения. Он ведёт себя там, огрызается, вызывающе себя ведёт. И это очень рано начинается. Агрессия какая-то. Сегодня дети действительно очень агрессивные, импульсивные. Ну, отмечается такая тенденция. Вы правы. Первое, что замечают родители, когда начинают рушиться отношения, это то, что ребёнок как будто перестал их уважать. То есть он перешагнул через какую-то грань до и после. Вот раньше он не мог себе позволить сказать мне так, а теперь может. Как же снова заслужить вот это уважение ребёнка? В первую очередь посмотрите на себя. Где-то вы, скорее всего, совершили оплошность. Возможно, ваш нравственный облик не соответствует идеалам ребёнка. Ну, например, очень трудно заставить уважать себя папе, который ушёл из семьи. Поэтому, наверное, в первую очередь, на что надо посмотреть, это на себя оглянуться, а не на ребёнка. Ни в чём он-то виноват. А что мы сделали не так? Возможно, мы сами не соответствуем его ожиданиям. Возможно, мы сами слетели с этого пьедестала, да, когда хотелось восхищаться родителям. Исправьте свои ошибки. Если вы их наделали, возьмите себя в руки, да, бросьте какие-то вредные привычки. Научитесь управлять собой. Займитесь аутотренингом, в конце концов. Работайте над собой в первую очередь. Потому что для ребёнка самое важное в родителях – это не их достижения, а их нравственные качества. Вот на что смотрит ребёнок. То есть, чтобы тебя уважал ребёнок, недостаточно иметь статус родителя. Надо ещё быть человеком, достойным уважения. Посмотрите, где ваша ошибка. Это в первую очередь. А во вторую очередь можно ведь ещё разрушить эти отношения тем, что вы с ним неправильно общались. Вот надо проанализировать стиль общения с ребёнком. Да, очень часто родители себе позволяют и оскорблять ребёнка, и кричать. А когда слышат в ответ такое же, в принципе, это обращение – ужас. Потому что, ну как ты смеешь? Я взрослый. Как ты на взрослого? Наталья Михайловна, как вы считаете, в любом возрасте можно вот повернуть назад вот это вот колесо? Ну, когда уже всё, уже оскорбляют друг друга практически открыто, вот, родители с детьми, да? Это вот это руганье, ну, не знаю, тупик уже какой-то. Хорошо, родитель опомнился, но ребёнок-то уже привык так себя вести. Вот как обратно это колесо повернуть? Это очень нелегко, особенно если ребёнок пережил какой-то возрастной кризис. Вот так очень часто психологи работают со взрослыми, которые так и не простили промахи своих родителей. Причём это могут быть даже несерьёзные какие-то промахи, да? Но для ребёнка это значимо, это важно для выросшего ребёнка. Поэтому надо понимать, что легко не будет. Легко вернуть эту любовь и уважение не будет. Первое, что надо сделать, это поговорить с ребёнком. Сказать, я тебя очень люблю, но я сделаю такие ошибки. Я хочу над ними поработать. Давай вместе, ты мне поможешь? Заручиться поддержкой самого ребёнка. Второе, надо научиться правильно общаться с ребёнком. Есть книжка совершенно замечательная, Юль Борисовна Гиперрейтер. «Общаться с ребёнком как». Очень всем рекомендую. Там прям по полочкам разложены все способы общения с ребёнком, как ему показать своё уважение, как дать ему свободу в этой жизни. Но если очень просто и коротко сказать о том, как же необходимо общаться с ребёнком так, чтобы вернуть вот это взаимопонимание и любовь, важно учитывать возраст ребёнка. Если ребёнок ещё маленький, например, дошкольник, то ключ к пониманию, к взаимопониманию, к любви, к эмоциональной близости, конечно, в игре. Тут ничего нового. Играйте со своим ребёнком, и он снова поверит в вас и будет радоваться вам каждый день. Если ребёнок уже постарше, если это подросток, надо пересмотреть именно техники общения с ним. В первую очередь правила таковы. Не говорите с ребёнком сгоряча. Успокойтесь сначала. Второе. Никогда не обобщайте ничего в поведении ребёнка. Не говорите ему «всегда ты такой», «вечно ты рохля», «копаешься» и так далее. Следующее, что очень важно. Никогда его не сравнивайте ни с кем другим. Особенно не приписывайте ему качество другого человека. Например, «ты такой же нервный, как наша бабушка». Так говорить не будет. Это очень часто мы так говорим. Это не просто бестактно, но это и очень грубо просто по отношению к самому ребёнку. И к его любви, к другим взрослым, которые окружают его. Ещё очень важное правило – придерживайтесь нормальной, здоровой критики. То есть ограничивайте себя в неконструктивной критике. Каким образом? Неконструктивная критика – это то, что обидно слышать ребёнку. То, что он… Это то, что не даёт ребёнку поверить в себя. Элементарные вещи. Вы говорите ему «поторопись», «спеши», «что ты так долго». А можно сказать по-другому «я тебя жду», «я тебя подожду». Посыл неконструктивный такой. Ты должен вкалывать, доделать дело до конца, давай работай из последних сил. Это разрушение психики ребёнка. Надо ему сказать «когда устанешь, можешь отдохнуть». Таким образом, посыл тоже на то, что ты работай, но вы даёте право ему отдохнуть. Очень часто родители отправляют такой неконструктивный посыл к ребёнку, как «будь идеальным», «будь лучше всех», «одержи следующую победу». А ему важно услышать «ты имеешь право на ошибку». Ну, не всех всегда всё получается. Бывают в жизни трудности. Ещё, наверное, самая частая ошибка родителей – это когда они делают уроки с ребёнком, им не хватает сил, и вырываются такие фразочки у мамы и папы. «Ты что, глупый?» «Ты что, с ума сошёл?» Вот такие вещи говорить никак нельзя, потому что ребёнок вам может ответить «да, я глупый». Всё. Какой с меня спрос? Что можно сказать ребёнку в таком случае? «Представляю, как тебе сейчас трудно». И тогда это будет та критика. Вы понимаете, что он не справляется, и вы даёте ему этот посыл. «Я понимаю, тебе сейчас трудно». Но это поддерживающая критика, здоровая критика. И ребёнок её может принять. Ещё очень важно, просто крайне необходимо научить ребёнка искать в себе хорошее, искать позитив. Вот тоже простой совершенно пример. Первый класс. Написал ребёночек строчку прописей. Что всегда показывает мама? «Вот это не получилось, это не получилось, и это не получилось, буковка. Ты давай ещё раз перепиши, чтобы все были красивые». Это серьёзная стратегическая ошибка. Надо сказать, вот это очень красивое получилось, «И вот ты это просто королевская буковка на этой строчке». И таким образом мы ребёнку даём позитивное направление мышления. Он ищет хорошее, он хочет этому хорошему соответствовать. Это те самые позитивные ожидания, которые мы постепенно внушаем ребёнку, и ради которых он хочет быть хорошим. Просто родители очень боятся, что находят только хорошее. Он расслабляется, мама всё равно тут что-нибудь поищет хорошее. Или наоборот, начинает говорить, да, нам сейчас очень сложно в школе, у вас было не так. Я, кстати, слышу уже такие рассуждения. Со всех же сторон это говорят. Вот как тут-то быть. Вы знаете, я уверена в том, что ребёнок понимает меру своих возможностей. Он нуждается в поддержке и одобрении. И если ребёнок даже ленится, даже расслабляется, его можно стимулировать иначе. Говорить, я в тебя верю, у тебя получится, я всегда рядом, я тебе помогу. И таким образом мы созидаем вот этот путь вперёд для ребёнка. Вот такие как бы простые вещи, такие правильные, вы говорите, но как это трудно всё-таки в жизни сделать? Ой, это очень легко. Я всегда даю один и тот же совет в этих случаях родителю. Вы представьте, что вы сейчас делаете уроки не со своим ребёнком, а с ребёнком своего большого начальника. И тогда всё будет хорошо. Конечно, родители – это не всегда белые и пушистые существа. Им приходится проявлять дисциплинарные некоторые меры, воспитывать своего ребёнка. Воспитание – это тяжкий труд. Но ещё Ушинский говорил о том, что воспитание – это всегда насилие. То есть надо всегда применять некие усилия к тому, чтобы помочь ребёнку меняться. Он хочет драться, а нельзя. Он хочет смотреть телевизор, а надо делать уроки. И, конечно, воспитательные воздействия необходимы со стороны родителей. Да, иногда приходится быть и строгим со своим ребёнком, и в его же интересах. Но есть некие границы. Можно повышать голос на ребёнка? Да, модуляция голоса – это нормальное педагогическое воздействие. Ну, конечно, в разумных пределах. Но оскорблять ребёнка нельзя. Обзываться нельзя. Вот посылать ему вот эту неконструктивную критику, которая разрушает уверенность в своих силах, не стоит. То есть есть некие правила, которые, наверное, в каждой семье по-своему рождаются эти правила. Это ведь очень сильно зависит от опыта собственной семьи, от того, как воспитывали вас. Они, наверное, не одинаковы для всех. Но всё же они должны быть, эти правила. Чтобы родители умели воспитывать своего ребёнка. Чтобы у них были какие-то рычаги. Но тут ещё важна та тема, чтобы эти рычаги были одинаковые. Чтобы у бабы и у мамы была договорённость о том, что можно, а что нельзя. Вот обидно, когда мама делает уроки, старается с ребёнком. А мимо проходит папа, например, и говорит, ну вообще, столько стали задавать детям, ой, это какой-то ужас. И как после этого уже учиться, если даже папа говорит, что безобразие, да, что это ужас. То есть надо вместе как-то направлять свои усилия педагогические. И результат тогда будет удвоен. Да, конечно. А то и бывает и ругань в семье. Да, отстань от ребёнка. Да нет, давай сядь, ой, это самое ужасное. Действительно, мы, не замечая сами, разрушаем психику ребёнка, а потом удивляемся. И очень хорошо, что мы об этом говорим. И тема наша всё-таки ключи к пониманию. А ключи к пониманию в нашей любви, которую мы... Сами в себе должны воспитывать, холить и лелеть. Да, и проявлять. И постоянно ребёнку изо дня в день доказывать, я не знаю, подходит это слово. Что мы его любим. Напоминать. Доказывать и напоминать. Вы знаете, наверное, самое главное, это вот те психологические установки, которые мы имеем в голове. Вот если в вашей голове есть такая установка, что ребёнок – это дар Божий. И я испытываю ощущение вообще чести от того, что я ему помогаю расти и развиваться. Тогда вы, конечно, не сможете его обидеть, этого ребёнка. И все ваши педагогические воздействия, даже если они будут дисциплинарными, будут идти на благо этого ребёнка. Спасибо, Наталья Михайловна, за очень интересный, мало сказать, интересный, очень полезный и трогательный, мне показался, ваш рассказ, ваши советы. Действительно, в наше время такое суматошное, быстрое. Нужно почаще вспоминать о любви к своим детям. Спасибо и надеюсь встретиться с вами снова в маминой школе. До свидания. Ребёнок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он меньше всего её заслуживает. Это написала когда-то Эрма Бомбек, известная американская журналистка. Или вот ещё Сесиль Лупан, автор собственной методики воспитания детей, точно подметила, что дети часто нуждаются в доказательной любви своих родителей, даже если это любовь очевидна. Так что любите своих детей, говорите им почаще о своей любви и верьте. Верьте до конца в своего ребёнка. Ну, а сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе.